Hello, ребята! В этом видео я коротко и ясно поясню изменения в демо-версии ЕГЭ 2024 относительно предыдущих лет, что нас ждет в ЕГЭ по английскому языку в этом году. Давайте с вами разбираться и начнем с вами со спецификации, которая откроет нам глаза на следующее. Кстати, небольшой дисклеймер. Этот разбор будет альтернативным тем вариантам, которые уже предоставили эксперты, преподаватели, возможно, вы уже какие-то смотрели разборы демо-версии. И все они, скажу честно, нагоняют жути, то есть в контексте сложности. Да, объективно ЕГЭ становится сложнее. Точка. Но давайте смотреть трезво на то, что происходит. Я, как преподаватель, который готовит ЕГЭ по английскому, хочу вам пояснить следующее. Итак, согласно спецификации КИМ ЕГЭ 2024 мы смотрим, читаем, черным по белому. Изменения в КИМ ЕГЭ 2024 в сравнении с 2023. Изменения в содержании КИМ отсутствуют. Точка. Что это значит для учеников? Это значит, что если, к примеру, вы готовились к ЕГЭ с прошлого года, многие в течение нескольких лет готовятся к формату экзамена, и это совершенно нормально и оправдано, то есть вы должны понимать, что структурный экзамен не изменился. И все задания, которые у нас были в сборниках, которые вы решали, они остаются на месте, ничего не меняется. То есть здесь же можно выдохнуть. Но на что стоит обратить внимание? Мы обращаем с вами внимание на небольшие изменения в формулировках, которые я чуть позже покажу. В формулировках задания 38, письменная часть экзамена, это описание графиков и таблиц. Здесь ничего нового нет, просто некоторое уточнение, которое на самом деле поможет ученикам не отойти от темы. В четвертом задании устной части микроизменения в самом задании, которое добавит нам одно предложение в схему ответа, и все на этом. Что действительно вызывает тревогу у преподавателей и учеников, это количество первичных и вторичных баллов. По сравнению с прошлым годом было 86 баллов первичных, которые нужно было еще получить постараться. И уже тогда мы видели, что сложно стало получить баллы за первое и второе задание аудирования и 10-11 чтение. За них раньше можно было получить за второе и десятое чтение 4 балла первичных, когда и за каждую ошибку с нас снимали балл. Соответственно, в 10-м чтении и втором аудировании мы могли совершить в прошлом году до трех ошибок, чтобы хотя бы один первичный балл сохранить. А соответственно, в первом и 11-м задании в прошлом году мы с вами могли получить 3 балла первичных максимально и допустить всего 2 ошибки. В этом году ситуация усложняется. Что это значит? Это значит, что составители экзамена за простые, простые задания нам не хотят так просто отдавать наши баллы. Мы видим, что за эти простые задания из раздела аудирования и чтения тестовая часть мы в этом году, в 23-м, в 24-м году на ЕГЭ-2024 будем получать меньше баллов. То есть, таким образом, 2 балла за первое первичных. 2 балла за первое 11-е чтение, это значит, что здесь мы можем совершить всего лишь одну ошибку, чтобы сохранить хотя бы один первичный балл. И за второе и десятое задания, соответственно, 3 балла. Это значит, что мы максимально можем совершить 2 ошибки, чтобы сохранить хотя бы один первичный балл. Таблицу перевода баллов из первичных во вторичные мы получим, как всегда, ближе к экзамену. Здесь как бы не стоит даже ничего ожидать. Напомню, да, еще раз возвращаемся к мысли, что структурный экзамен не изменился. Значит, что мы как готовились, так и готовимся. Да, если мы откроем такой документ, как кодификатор, в котором перечислены все, весь материал, перечислен весь материал, грамматика, лексика, там аспекты, аспекты пунктуации, аспекты словообразования, они дополнились. И многие моменты там дополнились. Но, еще раз, внимание, факты, оцениваем факты, структурный экзамен не изменился. Это, скажем, безусловно, все эти шаги, они предвосхищают дальнейшие изменения структурные, самого экзамена, заданий, но это все ожидает в следующем нас году. Из кодификатора мы видим, что есть перечень теории, более расширенный по сравнению с прошлым годом, которые нам нужно с вами осилить, чтобы подготовиться к экзамену. Но структурно ничего не изменилось. То есть, каких-то таких сдвигов не будет. Кстати, да, чтобы вам было удобнее, я подготовила для вас этот список теорий, которые вы можете проходить, если готовитесь друг к самостоятельному или с преподавателем, и ставить галочки напротив каждой темы. Если вау, все, я это знаю, я это прошел, все круто. Скачивайте у меня в Телеграм, подписывайтесь. Кстати, ссылки на все мои соцсети есть в описании к этому видео. Просто кодификатор, ну, и как любой документ, мне так удобно читать, поэтому я сделала список, скачивайте. Количество баллов, средний балл, в следующем году будет ниже, чем в этом, объективно. Но и это не повод для того, чтобы рвать на себе волосы. Почему? Потому что все в равных условиях, как это было раньше, так и сейчас. И наша задача не получить 100 баллов, хотя это было бы очень приятно, но наша задача поступить в ВУЗ на бюджет и обогнать остальных ребят, а все остальные ребят в тех же условиях, что и вы. Это месседж номер один, позитивный, но более такой строгий месседж от меня, как от препода, это то, что халявных баллов ожидать не стоит. Мой рекоменд, следующий, ребят, если у вас уровень, ну, например, А2, А2+, это вот, ну, стандарт, наверное, большинство ребят к 11 классу вот таким уровнем обладают, что здесь можно сказать? Вы делаете упор на раздел письмо и говорение. Почему? Хотя раньше казалось, вау, это что-то такое сложное. Так, и говорение. Почему? Объясню. Потому что на эти баллы вы реально можете влиять. И это целых 40 баллов. Это 40 баллов. Если вы проработаете досконально эти разделы, ну, они довольно шаблотные там задания, если вы просто по всем темам пройдетесь, лексику, да, вот всю эту изучите, там ограниченный набор тем, это вам гарантирует 40 баллов или около того. Это уже очень много. Потому что за тестовую часть, да, мы поняли, что получить баллы не так-то просто стало. То есть это наша база. Делайте упор на это. И, безусловно, прокачивайте в целом уровень английского языка, но это, по-моему, и так объективно понятно. Ребятам с уровнем B1, B2, что вам делать? Безусловно, то же самое, что и ребятам с уровнем A2+, безусловно. Но поскольку у вас, скажем, больше опций, ну, и вообще в целом, да, вам какой месседж, какой совет? С самого начала учебного года работайте с тестовой частью, как можно больше лексики учите, потому что в этом году добавили, ну, к примеру, спектр-идиом, да, идиомы нужно учить. То есть раньше этого в ЕГЭ как-то не наблюдалось. Вот, то есть теперь, теперь, скажем так, от нас требуют более такого профессионального владения языком, да, потому что идиома это такой уровень, ну, скажем, не просто даже, и не глагол с предлогом, и даже не фразовый глагол. Вот это то, что ты дословно не переведешь. Это то есть либо ты знаешь, либо нет. Поэтому здесь как можно больше учите лексики, это ко всем относится. И прорабатываете раздел «Письмо, говорение», «Чтение, аудирование», соответственно. Ну, и лексику, грамматику, это тоже, я думаю, понятно. Да, вот такие основные моменты. Еще из таких внутренних нововведений, теперь убрали задания повышенного уровня сложности, оставили базовые и высокие. Но, опять же, это как бы единственное, у меня такие вопросы возникают. Окей, да, есть какой-то намек на базовый профильный уровень. Ну, хотя, опять же, напоминаю, сами задания не изменились, просто как бы вот название градации изменилось. Условно, первое и второе аудирование относятся теперь к базовому уровню сложности. Второе аудирование – базовый уровень сложности. True, false, not stated – наше любимое. Вот, то есть, ну, это как бы изменения такие структурные, но, опять же, по фактам, ну, на нас-то никак не влияет. Да, и давайте рассмотрим теперь изменения в тех заданиях, 38-ое задание и 4-ое задание устной части. Вот то, что мне хотелось бы вам показать. Начнем с устной части экзамена. Да, кстати, демонстрационный вариант вы можете скачать на сайте FIPI бесплатно, а также я опубликовала у себя в Telegram эти документы. Итак, мы видим, что как у нас были 4 задания, устной части, так они и остались. Задание 1. Чтение текста вслух. Полторы минуты готовимся, полторы минуты читаем текст. 12-15 предложений. Каждому доступно это задание абсолютно. Второе задание. Задаем вопросы. Четыре прямых вопроса, полторы минуты готовимся, по 20 секунд на каждый вопрос нам дается. Тоже базовый уровень сложности. Третье задание устной части. Интервью мы слышим, воспринимаем на слух вопросы, отвечаем на них сходу. Это задание перевели в высокий уровень сложности, что объективно. И четвертое задание устной части. Мы описываем фотографии, картинки по теме проекта. Вот именно здесь у нас есть изменения. Напомню, две с половиной минуты готовимся, три минуты длится наш монолог, до трех минут. И здесь в задании внесли небольшие корректировки. Давайте посмотрим на них. В самой формулировке. Из-за технических неполадок вы не можете их отправить сейчас. О чем это для нас говорит? Ну, ни о чем таком глобальном. Мы можем добавить какое-то одно предложение в нашу схему, к примеру, да, can't send the pictures now, да. Не могу их сейчас отправить, но объясню тебе в голосовом сообщении, расскажу, что к чему, да, вот и все. То есть, если они никаких дополнительных правил игры не добавят, то этого будет достаточно. То есть, не нужно рассказывать еще там на три минуты, что у вас сломался компьютер или телефон. То есть, ну, сама фраза такая спорная, скажем так, в современных реалиях, как хочу, так и отправляю, да, голосовые сообщения. Хочу, что хочу, то и врачу. Вот. Ну, а давайте вернемся к фактам. Это все по устной части экзамена, по изменениям. И изменения в письменной части экзамена. Пожалуйста. Демоверсия. 2024. Все разделы на месте. Аудирование, чтение, лексика, грамматика, письмо. Аудирование. Один. Также, да, 9 заданий. Рекомендуемое время 30 минут. На выполнение второй раздел, чтение. Все задания абсолютно те же самые. 30 минут на выполнение рекомендует. Грамматика, лексика. Все так же, да. С прошлого года осталось это изменение. Уменьшенное количество заданий. Не 20, а 18. Соответственно, да. И нумерация изменилась. 19, 24, 25, 29. Это словообразование. И 30, 36. Вместо 32, 38. Эти моменты остались. Лексика, грамматика. Здесь все стандартно. Так, и раздел письмо. Два задания. Эмейл другу, 37 задание. 38 задание. Описание графиков и таблиц. И именно здесь кроется изменение. Ну вот, смотрите, да, пример. 38 задание. Тут ничего у нас не добавилось. А добавилось одно предложение. Конкретизация, так сказать, запроса. Why have you chosen an IT career? Чтобы ученик, так сказать, не ушел от темы и четко понимал, какой вопрос был задан респондентом. Вот. То есть такая определенная конкретизация. Это все, на самом деле, по изменениям, важным для учеников. Вот. Мне хочется разобрать эту версию, да, и подытожить свой разбор, вот, скажем так, изменений основных таким месседжем. Подготовка к ЕГЭ по английскому языку это то, во что необходимо инвестировать ваше время и усилия. Причем регулярно. Подготовка к ЕГЭ по английскому это то, где вы не увидите результат сразу. То есть после одного занятия нет. Это регулярная практика. Поэтому здесь нужен обязательно наставник, человек, который знает, как с этим работать. Ребята, у меня 11 сентября начинается годовой курс. Записаться на подготовку к ЕГЭ ко мне можно по ссылке в описании, посмотреть пробный урок. Также есть ссылка в описании к этому видео. Скажем так, халявных баллов больше не будет, но это вовсе не повод паниковать, это повод просто начать полномерно готовиться к экзамену. Желаю вам 100 баллов за ЕГЭ. У вас все получится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...